Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вот и наступила осень. Сегодня ещё тепло, завтра тоже будет тепло, а с воскресенья начнутся дожди и холод. Сегодня 21 сентября. Начинаю свой обзор по осеннему саду. Розы отцветают. Видите, красненькая роза отцветает. Уже остатки летнего великолепия. Жёлтенькая плетистая отцветает. Но ещё у неё, конечно, такие огромные шапочки, жёлтенькие. Красивые. Там перед окнами высота уже выше начала крыши. Дельфиниум второй раз зацвёл. Синенький. Там подальше покажу вам ещё голубенький, красненький. Геранька. Ей нравится такая погода. Она обильно цветёт сейчас. Очень красивая. Гортензия цветает. Белую шапочку выпустила напоследок. Она такая высокенькая. Гортензия у меня так и не зацвела в этом году розовая. Вот ещё геранька. Красненькая. Сейчас я к ней поближе подойду. Здесь у меня виноград. Листочки зелёные. Хорошие. Хороший виноградик. Но пока ещё винограда не даёт. У меня молодой. Второй год. Львиный зев тоже отцветает. Сейчас пойдём поближе. Вот геранька тоже розовая. Цикламен цвет. Красивые цвета у гераньки. Отцветает. Красная геранька. Вот эта очень красивая махровенькая. Малиновая. Очень красивая. Ромашечки ещё жёлтые цветут. Бархатца цветут. А это у меня работает кротов отпугивает. Но они всё равно где-то на расстоянии трёх метров ходят. То есть где-то действуют в очень коротком диапазоне. Бархатцы. Львиный зев. Очень красиво всё, конечно. Осенью особенно всё красиво кажется. Потому что всё уже отцветает. И поэтому очень всё приятно. Ромашечка мелкая. Ну как красиво. Львиный зев. Всевозможных, конечно, расцветок. И жёлтенький, и беленький, и пёстренький. И розовенький. Моя розочка пастелла. Первый год. Красивые цветочки. Но не очень крупные. Сиреневая розочка. Розовая. Вот это очень у меня красивый цвет чайной розы. Такая красивая. Ещё бутончики у неё есть. Но уже, конечно, сейчас холода начнётся. И, конечно, она отцветёт. Вот Глория жёлтая. Бутончики ещё есть, конечно, но уже, наверное, отцветёт. Это у меня спрей такой, видите, пёстренький. Она у меня посажены были лилии. И лилии, видно, её глушили, и она плохо летом цвела. А вот сейчас осенью она в таком полном цвету. Красивые такие шапочки. Принц Монако очень обильно цвёл. Хорошо. Цветочки яркие, красивые. Бутончики. Очень красивая розочка. И она цветёт всеми цветами. Может быть, белый, может быть, розовый. Видите, какая белая? Всё на одном кусте. Красота. Это у меня расцвела хризантемка. Крупная, цветковая. Но вот три года я её сохраняю. Много бутончиков у неё. А это вот зацвёл второй раз дельфиниум голубенький. Беленький и голубенький. Зацвели, вот видите, как ещё раз. Видно, очень тепло. И поэтому всё. Это хризантемка розовенькая у меня. Так, идём дальше. Львиный зев. В полном цвету. Красота. А сколько там шмелей летает. Ой-ёй-ёй, усыпан просто. Флоксик ещё цветёт чуть-чуть. Сиреневенький. Посадила вот розочку розовую. Ну, что-то не очень приживается хорошо осенью. Может быть, всё будет хорошо. Флоксики сегодня срежу. Они уже стали не очень такие яркие. Отцвели наполовину. А это розочка у меня Мерседес. Кстати, такая яркая и яркая. Вот ещё тут бутончики. Она у меня тоже первый год. Питонья цветают. А это Аскот. Розочка пионовидная. Тоже вот. Два бутончика выставила. Красиво. Цветёт безвременник. У меня его много. Посажено. Он красиво. С ромашечками жёлтыми он красиво смотрится. Это у меня тоже хризантемка жёлтая, но помельче. Красивая. Акустик хорошо разросся. Лилейничек поздний красный цветёт. Цветочек. Это у меня красная хризантемка. Не очень крупная. Красненькая, но красивая. Обильный такой, огромный куст. И всё это вместе смотрится, конечно, очень здорово. Хорошо. Вот обзорчик мой по саду. Сливы много. Сейчас ещё его соберу. Нашу каждый день по 5 килограмм. И компот сделала, и варенье. Варенье хорошее с орешками. С орешками, с лимончиком и с пектинчиком. Такое желе получается. Очень вкусно. Так цветёт вот жёлтенький цветочек ромашки. Высоченные. Надо его половину убрать. У соседнего забора закрывает его деревянный забор. Так. Вот и мой садик такой. Наступила осень. Здесь у меня ещё кабачки растут. Посмотрим, что там есть. Ну вот кое-где там есть. Вот видите, лежит один ещё надо сорвать. Второй. Ещё маленьких много. Ну пусть пока. Может быть вырастут. Хотя, если будет холодно, конечно, ничего не вырастет. А это душица. Я её в чай кладу. Вкусная травка. Бобы надо убирать. Поспели уже. Это у меня горчичка. Посаженная. Видите, уже зацветает. Так, клубника. Я её срезала. Вот одну грядку. Вот ту не срезала. Она высокенькая стоит. А эту срезала. Сейчас подойдём к другой ещё розе. Которая у меня такой большой куст. И так как тепло, она ещё дала побеги, которые зацвели. Очень красиво. Но сейчас уже отцветает всё. Красивая розочка. Флорибундочка. Внизу бархатца. Это плетистая, которая уже отцвела. Здесь у меня клубничка. Екатерина вторая. Вот я уже сняла. Так они по чуть-чуть. У меня только три кустика. Здесь у меня малинка посажена. Называется зефир. Два кустика. Но листочки такие хорошие, живые. И здесь у меня под баночкой тоже клубника. Название забыла. Написано. Малинка. И подождём и к теплице. Ну, всё в теплице, конечно, уже собрано. Уже 20-21, даже уже сентября. Ну, огурчики вот я собираю. Огурчики растут ещё пока. Я их не выбрасываю, так. Поливаю иногда. Ну, листочки, конечно, больные уже. Ну, огурчики растут. И помидорчики тоже растут. Я красные уже все собрала. Вот у меня ботяня. Сот. Крупные очень плоды. Ботяня. Вот красные я вчера все собрала. Осталось вот. Будет дождевая погода. И буду всё смотреть в теплице. Ухаживать. За землёй. Всё обработаю. А сейчас пока жара стоит. Я в саду просто. Не в теплице, а в теплице. Всё, когда будет мокро, сыро и холодно. Всё. Вот и весь обзорчик по моему саду. Осенние денёчки приближаются. Всё ближе, ближе. Но пока солнышко, тепло, радостно. Всего вам доброго, мои дорогие. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok